Из окон одного из домов комплекса Домачевского дома интерната стал пробиваться дым. Прозвучала пожарная сигнализация. На тревогу быстро отреагировали работники учреждения, поспешившие эвакуировать проживающих там пожилых людей до прибытия спасателей. Задача, надо сказать, была не из легких. Ведь среди жильцов дома инвалиды по зрению, колясочники. Поэтому каждого из них нужно было освободить из задымленного помещения за считанные секунды, при этом соблюдая правила безопасности. Но персонал дома интерната со сложностями справился безукоризненно. К приезду огнеборцев и принятию ими должных мер все люди находились вне корпуса. К счастью, внештатная ситуация, лишь спланированная имитация пожара. Главной целью ее организаторов, сотрудников МЧС, была проверка работников на способность вовремя прийти на помощь. Здание, скажем так, опасное, потому что деревянные конструкции. И, не дай бог, какое-либо проявление или возникновение пожара, максимум 5 минут – это безопасное время. А дальше уже, конечно же, есть очень серьезная опасность. И вот в этот промежуток времени необходимо сделать полную эвакуацию людей из здания. А люди, скажем так, и непростые, и старички, и больные, и инвалиды. Поэтому это такие специфичные объекты, поэтому, конечно же, внимание к этим объектам очень и очень обостренное. Мы очень большое внимание уделяем прежде всего обслуживающему персоналу администрации и обслуживающему дежурному персоналу, чтобы они постоянно отслеживали, наблюдали за состоянием безопасности в помещениях и в целом зданиях и на территории. И, конечно же, умели действовать при необходимости, проводить соответствующую эвакуацию. Сегодня в Домачевском доме-интернате проживает 205 человек. 112 из них – лежачие и больные. Это люди, которые нуждаются в особом уходе и постоянном внимании. В случае непредвиденных ситуаций они в силу возраста и по состоянию здоровья не могут самостоятельно принять меры по решению проблемы. Именно поэтому обслуживающий персонал учреждения должен быть всегда на чеку и точно знать последовательность действий, необходимых при спасении людей, оказанию им первой медицинской помощи. Для этого администрации дома-интерната, а также сотрудниками МЧС регулярно проводятся профилактические беседы о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, организовываются специальные тренировки. Мы большую работу проводим по обучению персонала, как они должны действовать в случае внештатной ситуации, особенно в ночное время. Ежемесячно при проведении санитарных дней эти вопросы мы рассматриваем. Если какие-то были вопросы непонятные, мы их корректируем и дальше отрабатываем. Проводим постоянное занятие с добровольной пожарной дружиной. Мы активно сотрудничаем с районным МЧС, также с управлением, областным управлением МЧС и принимаем всегда участие в мероприятиях, если у нас на территории проводятся по линии МЧС какие-то учебные занятия, тренировки. В том, что персонал дома-интерната четко знает, как действовать в чрезвычайных ситуациях, можно было убедиться в процессе учения. Однако, помимо запланированного мероприятия, Иван Наскевич и Константин Шершинович посетили некоторые корпуса учреждения, которых в общей сложности оказалось ни много, ни мало 15. Для того, чтобы убедиться, что руководством соблюдаются все правила пожарной безопасности. И эта проверка была пройдена с успехом. Все оборудование, необходимое оборудование, здесь в интернате в надлежащем состоянии, в рабочем состоянии. Искусственная сработка показала, что информирование проходит в надлежащем режиме. И теперь уже в этой ситуации, конечно же, все зависит непосредственно от людей. Вы знаете, мы все больше и больше убеждаемся в том, что уровень безопасности на таких объектах повышается. Это прежде всего отношение администрации к этой проблеме, отношение в случае персонала. И мы сегодня наблюдали, что действительно многие позиции уже доведены до автоматизма. При возникновении чрезвычайных ситуаций только оперативное вмешательство, знание того, как правильно действовать в опасных условиях, умение приходить на помощь пострадавшему могут помочь избежать нежелательных последствий. Поэтому сотрудники МЧС совместно с представителями других структур регулярно посещают различные учреждения, чтобы рассказать людям, какими должны быть их действия в случаях возникновения непредвиденной ситуации, научить их быть более подкованными в этом вопросе. Продолжение следует... Продолжение следует...